Вы смотрите ток-шоу «Ойлайк». Меня зовут Галина Трощева. Здравствуйте! Встречаем самый любимый праздник – Новый год. Это пора чудес и волшебства. Время подарков и душевных застолий. Точка отсчета нового этапа в жизни. Каким же будет предстоящий год и что интересного он нам принесет? Узнаем в «Ойлайк». Покровителем 2024 года, согласно восточному календарю, будет зеленый деревянный дракон. Символ Нового года принесет людям процветание и жизненную энергию. Так, по крайней мере, обещают астрологи. Дракон – это знак лидерства, богатства и власти, а еще лицетворения мужской энергии – решительной и воинственной. Дерево – это стихия роста и развития. Зеленый цвет ассоциируется с позитивом, расцветом природы и новой жизнью. Число года – это восемь. Для восьмерки весьма важны практичность и материальное благополучие. Каждый сможет почувствовать на себе мощное влияние года и оказаться в центре масштабных событий. Настроение у большинства людей будет весьма позитивным. Обещают, что март вселит в наши души надежду на лучшее, что станет предвестником грядущих перемен. В отношениях сложившихся пар будет царить романтика. Влюбленные, надев розовые очки, будут стремиться забыть все плохое. У бизнесменов тоже найдется повод для оптимизма. Многообещающие проекты начнут реализовываться. Предстоящий год может стать по-настоящему судьбоносным. Он даст возможность сделать большой рывок вперед, чтобы добиться популярности и получить прибыль. Следующий год в целом будет лучше, чем уходящий, уверены астрологи. Однако предупреждают – в высокосном году может произойти много неожиданностей. Это как позитивные, так и негативные события. Влияние звезд будет очень сильным. В сложный период люди не должны руководствоваться эмоциями при принятии решений. Им нужно использовать свой разум и планировать шаги для достижения желаемых результатов. Мы продолжаем нашу программу, и я рада приветствовать наших гостей в студии. Мы сегодня говорим о том, каким же будет Новый год. И как мы знаем, по восточному календарю этот год – дракона, зеленого дракона. Что интересного будет в этом году? Анастасия, расскажите нам. Вы знаете, год действительно непростой. С точки зрения астрологии он кармический. И мы все с вами встанем перед непростым выбором. И от нашего выбора будет зависеть очень многое. И наша судьба, и судьба нашей страны, и в целом мира. Поэтому очень важно осознанно, осмысленно подходить к этому выбору и всегда оставаться на стороне добра. Более того, год будет очень приземленный. И если кто-то до сих пор в поиске себя, то, я скажу так, не время летать в облаках, выбирать какую-то эзотерическую тему. Лучше выбирать приземленные направления, то, что принесет нам доход. Но в целом, всегда, когда мы считаем прогнозы на год, каждый для себя принимает какую-то сторону. Кто-то мечтает выйти замуж, кто-то хочет переехать в другую страну. Кому будет благоволить этот год? Год будет на стороне тех, кто смелый, решительный, кто не боится действовать. Потому что это тот самый период, когда нужно выходить на свет, так скажем, заявлять о себе смело. То есть я не стала бы разделять по знакам зодиака, потому что у каждого из нас есть своя судьба, свои личные транзиты. Но это год, когда не нужно медлить, нужно действовать и быть решительными. Ну вот дракона считают мудрым животным, да, по философии. И считается, что этот год тоже будет такой рассудительный, мудрый, сильный, мощный. Верно, год справедливости и уравнивания. В целом этот год будет дублировать какие-то события, которые происходили у вас в 2000 и 2012 году. Можно проанализировать, что-то будет повторяться из этого. Хорошее или плохое? И хорошее, и плохое. Все зависит от нашей осознанности. Хотелось бы, чтобы хорошее. Да, будем надеяться, что хорошее. Поэтому очень важно контролировать все, что мы делаем. И вот если вы что-то откладывали на потом, какая-то сфера жизни у вас проседала, вы думали, ну, потом займусь этим, например, здоровьем, то именно в этом году жизнь насильно вас выбросит в эту сферу и заставит заниматься этой темой жизни. Поэтому лучше заняться ей по доброй воле. Очень интересно. Ну вот у нас сегодня в студии присутствуют нумерологи, и тоже хотелось бы узнать, что цифры нам говорят про этот год. Алия, вам слово. Я согласна с моей коллегой, потому что и в нумерологии тоже. Это год восьмой энергии. Это год справедливости. То есть ключевые слова – это справедливость, это закон, ответственность, порядок. Еще хочу добавить, что два ключевых слова – это род и семья. Потому что многих в этом году затронет тема семьи, тема отношений с родственниками. И я рекомендую, если есть возможность, собирать семью за большим Тастарханом, встречаться, укреплять семейные отношения. Если есть какие-то родственники, с которыми отношения достаточно натянутые, то 2024 год – это как раз благоприятный период для того, чтобы эти отношения направить в позитивное русло. Возможно, да, если брать более такой высокий мировой уровень, люди захотят вернуться к своим истокам, к традициям, к культуре. То есть будут, вспоминать, проводить много культурных мероприятий. Возможно, какие-то национальные культурные реликвии будут открывать для себя, заново возводить какие-то храмы, соборы. Кроме того, конечно, это год, когда будут важные изменения в законодательной, финансовой системе, потому что 8 – это как раз-таки про причину и следствие. Возможно, для нас это будут какие-то незначительные события, на первый взгляд. Но они как раз заложат фундамент для более глобальных перемен в будущем. А какие это будут перемены, мы, конечно, посмотрим дальше. Анастасия, ну вы тут тоже считаете, что год перемен, экономических каких-то реформ, политических? Еще хочу добавить по поводу личной жизни. Многие из нас столкнутся с серьезным выбором касательно личной жизни, семьи и так далее. И вот от вашего выбора будет зависеть судьба на ближайшие 4-5 лет минимум. Касательно глобальных перемен будут какие-то новые законы выходить, реформы, будут перемены. Но я согласна, что это только заложит какой-то путь, но результаты мы увидим, конечно, уже чуть позже. Но именно это такая точка отсчета, от которой очень многое зависит. Поэтому, например, обязательно нужно ходить на выборы, участвовать и в политической жизни. Понимать, что от нас зависит очень многое сейчас. Какой год активности. Да, активности. Все, хватит уже сидеть, уже отмалчиваться, надо быть активными. Вот что касается цифры 8, да, вы сказали. Всегда считалось, что восьмерка – это бесконечность. Как она повлияет? Да, и восьмеркой сейчас считается цифрой бесконечности. Потому что если ее перевернуть, положить, скажем так, на бок, то мы получим знак бесконечности. И как раз-таки год восьмерки, он нам даст возможность этот опыт отработать, какие-то прошлые ошибки исправить, наработать новый опыт, чтобы дальше мы уже шли, скажем так, с достаточным опытом, да, с достаточным для того, чтобы преодолевать новые какие-то препятствия, развиваться и так далее. Анна, что вам есть добавить? Ну, поэтому самое время творить добрые дела, добрые поступки, задуматься о своих действиях, да, где я поступаю не так, где неправильно. Может быть, человек знает, что он где-то делает нечестные поступки, и втайне надеется, что это ему сойдет с рук, да. Поэтому в этом году именно самое время подумать о том, что ты делаешь и как это повлияет на твою дальнейшую жизнь. Творить добро, думать, да, с добром и говорить добрые слова. В общем, улучшать мир всеми возможными средствами. Вот, еще могу добавить про наш любимый ретро-Меркурий, который как раз-таки у нас ретро-градит. Мне кажется, уже это словосочетание знает абсолютно каждый человек. Да, не надо быть астрологом. Но даже Меркурий на небе вот в начале года говорит о том, что нужно остановиться, перестать обсуждать, осуждать. То есть он замедляет свое движение, он уже перестанет ретро-градить, он станет стационарным. Это значит, он на стопе сейчас, и он нам подсказывает, ребята, давайте не будем никого осуждать, будем добрее. Поэтому астрология согласна в этом плане. Кроме того, и Юпитер становится стационарным, то есть он нам подсказывает о том, что нужно пересмотреть свои ценности, что для меня важно, куда я иду. Но если в более таком приземленном отношении, Юпитер – это зависимости разного рода, и он их тоже ставит на стоп. То есть этот год будет наилучшим временем, чтобы избавиться от вредных привычек, зависимости и прочего. Надеюсь, для кого-то эта информация будет очень полезна. Конечно, кто захочет отказаться, скажет, все, даже небеса мне помогают, все планеты за меня, все звезды. Вот еще год этот высокосный. Почему-то всегда считалось, что очень тяжелый год, когда он высокосный. Да, этот год он как бы уравнивает, лишний день нам добавляет. Вот мы говорили сейчас про восьмерку. Восьмерка, она такая симметричная, гармоничная. То есть этот год такое уравнивание. Это значит, что те, кто, например, очень хотел забеременеть, кому-то придет счастье в виде ребенка. Поэтому я бы не сказала, что он только плохой год. Будут, конечно, разные события, как и в любой. Но он очень важный для жизни каждого из нас, однозначно. Я хотела спросить у вас, как у астролога, для каких знаков зодиака этот год будет самый идеальный? Я повторюсь, я не люблю таких уравниваний, потому что есть всегда личные какие-то транзиты и есть осознанность человека. То есть мы можем сказать, например, для весов будет идеальный год, а вы ляжете на диван и ничего не захотите делать, например. Само собой ничего не произойдет, поэтому тут только индивидуальный прогноз нужно составлять. Ну, если уже так в индивидуальном порядке. А так главное действовать. А вообще хотелось бы в суть посмотреть. Вот как работает прогноз? Вот сейчас завершается 23-й год. Вот вы смотрите на те прогнозы, которые вы составляли год назад, и оправдываются ли не на 100%. Потому что что-то сбывается, что-то не сбывается, что-то все-таки зависит и от нас с вами. Если мы принимаем какие-то решения, мы двигаемся в это. Ну, астрология, как любая эзотерическая наука, очень вариативна. И очень многое, как я и сказала, зависит от осознанности человека. Но если человек действует, то процентов 80-90 сбудется. Но я открою вам маленький секрет. Наш личный персональный Новый год будет не 31 декабря, а в наш день рождения. Вот это самая важная дата в году. Поэтому мы отсчитываем от дня рождения, от одного до следующего, и уже анализируем. Поэтому, конечно, если человек обращается к астрологу, астролог может подсветить некоторые моменты, на какие сферы жизни обратить внимание, где как действовать, где притормозить, а где наоборот вперед из песни, как говорится. Ну вот, когда мы встречаем Новый год, хорошо бы подводить итоги прошлого, да? И вообще, вот скажите, правильно это, подводить итоги или не надо подводить? Обязательно нужно подводить итоги, потому что мы очень часто обесцениваем свои заслуги. Многие говорят, да, обычный год, ничего не произошло. Но это не так, поверьте. Мы все трудимся, стараемся. Даже если вы мамочка в декрете, это тоже тяжкий труд, да? Мы столько энергии, столько любви и внимания даем своим деткам. То есть очень важно хотя бы в конце года написать блокнот или выписать на листок, похвалить себя, в чем я молодец, что у меня получилось. Это и для самооценки полезно, чтобы ваше солнце ярче горело. Поэтому обязательно нужно подводить итоги года, а потом уже ставить новые цели. Ну и вот про то, что мы ставим цели, как все знают, в последнее время очень распространенное такое явление, как карта желаний. Вот у нас присутствует тренер, который расскажет нам, как же правильно загадывать желания, стоит ли написать карты желаний. Ольга? Да, конечно, стоит. Мы немного привыкли, что карта желаний — это несколько волшебное какое-то действие, волшебный процесс. На самом деле это очень классный инструмент такого большого раздела, как целеполагание. И в нынешнем мире карта желаний нам нужна обязательно каждому из нас для того, чтобы в будние дни, каждый день не потеряться в огромной рекламной интеграции, в огромном количестве информации, которую мы получаем каждый день, при этом выполняя еще какие-то свои ежедневные действия. И бывает, мы забываем об истинности наших желаний, о том, чего мы на самом деле хотим. Вот как раз-таки карта желаний будет служить нам классным ориентиром на весь будущий год. Это, собственно говоря, как и итоги года, который мы подводим в конце года, обязательно нужно делать для того, чтобы понимать, что весь год мы не стояли на месте. Весь год мы двигались, мы шли, даже если небольшими шагами, какими-то маленькими шажочками. У каждого из нас есть мини-достижения личные, которые к концу года мы как-то вот так вот вместе собираем, хвалим себя, и после этого можно смело создавать карту желаний. Чтобы твое желание сбылось, что нужно для этого сделать? Есть такая наука или все-таки это придет тогда, когда нужно, в свое время? Или как-то ускорить можно? Мы же все очень много всего хотим. Вот как это ускорить? Все верно. Есть несколько таких секретных моментов, о которых сейчас я вам могу рассказать, поделиться, чтобы вы их использовали. Карту желаний обязательно нужно создавать в прекрасном настроении, в приподнятом, в хорошем, чтобы наши желания пропитались духом нашей вот этой энергии. Тогда и желания наши будут как раз-таки быстро сбываться и особенно экологичны для нас. Также важно понимать, что когда мы загадываем наши желания, нужно желание ориентировать все только на себя. Мы не можем пожелать что-то за наших детей, за наших супругов, близких, родственников или друзей. Карта желаний для того нам и дана, для того, чтобы мы подумали о себе именно в этот момент. То есть все желания мы ориентируем только на себя. Очень важно также, конечно же, важны добрые мысли и помыслы. Все желания должны быть экологичными. Когда наши желания сбываются для нас, и это является большим чудом для нас, очень хорошо, чтобы они приносили пользу окружающим. Вот именно такие желания сбываются максимально быстро, масштабно. И для этого, собственно говоря, мы и делаем эту практику. Не, ну честно, вот бывают такие желания, которые, ну, хочется вот только себе. И вот они совсем, может быть, корыстные какие-то, но бывают же такие? Очень важно такие желания иметь. Поэтому в нашей карте желаний у нас находится целых 9 секторов. Вот так. 9 секторов, по каждому из них должны быть обязательно наши желания. Это как раз-таки о том, о чем говорили наши астрологи, что важен баланс. 9 секторов, в котором, в каждом из них должны быть определенные желания. И вот как раз-таки в этом моменте важен баланс, чтобы не было перевеса в каком-то секторе. Много желаний, а где-то мало. Например, в благополучии, благосостоянии у нас очень много желаний. Да, да, все хочу, 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 а делать ничего не хочу. А в образовании нет желаний, да. Соответственно, когда у нас здесь баланс, и в жизни у нас здесь баланс, да, колесо баланса у нас не становится колесом, в какой-то момент западает. И карта желаний и в этом случае является крутым инструментом посмотреть, где же мы не дотягиваем даже по желаниям. И именно на эту сферу жизни обратить внимание в будущем году, да. То есть очень важно загадать много желаний, написать в каждом секторе, но соблюдая при этом баланс. Картинки тоже нужны? Картинки нужны, да, конечно. Визуализация. Это визуализация. Визуализация, карту желаний, мы все знаем, что нужно поместить на какое-то видное место. Мы будем смотреть, наблюдать. Это как раз первоначально, моим словам, чтобы не потеряться в мире чужих желаний. Чтобы всегда иметь рядом ориентир и видеть то, чего хотите именно вы. Как я говорила, каждый день у нас очень много соблазнов и других желаний, рекламных интеграций, бесконечное количество и множество, да. И вот как раз-таки наша визуализация, визуальная карта, которую мы сделаем, помогает нам ориентироваться именно на свои желания. Что же я хочу, да. Да, именно идти в нашем, в своем, не даже не в нашем, а в своем личном направлении. Каждому из нас помогает наша личная карта желаний. А то в череде дел, домашней работы, обязанностей и суеты. Мы просто порой забываем, что же я там хотела и о чем же я так мечтала. Можно добавить? Конечно. Вот я хочу добавить. В прошлом году я делала карту желаний и так скептически к ней относилась. Я, конечно же, себе там и дорогую квартиру наклеила, и много всякого золота добра. И путешествия полмира. И потом в конце года смотрю и думаю, ну ничего же не сбылось, ну как так. Я думаю, вы не одна такая. Да, а потом я начала смотреть свои фотографии с начала года и отследила, что в целом-то желания сбывались. Там даже была картинка с микрофоном. Да вы что? Вот так вот под завершение года сбылась ваша мечта. И мечты сбывались. Главное делать акцент на том, что сбылось. И не вот эти вот, где дорогие яхты и машины, а именно то личное, что действительно хотелось и желалось. И вот из этих мелочей и состоит жизнь. И нужно именно это и отслеживать. Вот так вот наша передача исполняет желания людей. Я еще добавлю пару слов про карту желаний. Я согласна с тем, что это очень крутая практика. Важно правильно сформулировать это желание. Каждому желанию мы присваиваем планету. И по вашей дате рождения индивидуально подбираем идеальное время, когда это желание может реализоваться. И если вы будете действовать в нужное время, которое мы рассчитаем, то все непременно сбудется. А бывает так, что у человека есть мотивация. Я хочу это сделать. Он действует, но не получается. Потому что вы действуете не в то время. Это время не для вас. Это как садить цветы зимой. Не получится. Поэтому тут еще важно посоветоваться с звездами, так скажем, свериться. И вот тогда 100% все сбудется. А с цифрами советоваться будем? Может, тоже нам расскажете какой-нибудь лайфхак? Как же рассчитать, может, цифру года? На каждого человека действует как общая энергия года, это 8, так и личная. Причем личная действует на него гораздо сильнее. И сейчас я предлагаю нам здесь попробовать рассчитать свою личную энергию на следующий год, на 2024. Что нужно будет нам сделать? Взять число нашего рождения. Например, у меня это 18 июня. То есть я беру число 1 плюс 8, 18, да? 1 плюс 8, прибавляем число месяца, для меня это 6, и прибавляем число года, 8. То есть для меня получается 5, потому что если больше 22 в сумме у вас выходит, то мы складываем две цифры. А год мы не прибавляем, получается? Год рождения мы не прибавляем, мы прибавляем энергию года. И год 2024 мы тоже не прибавляем, только цифру 8. Мы не прибавляем, только цифру 8, да. Я предлагаю всем посчитать, и если вам интересно, конечно. 17 – это отличный период для проявления, то есть мы уже видим, да, как у человека начинается год. Да, это отличный период для проявления, все ваши желания касательно ваших талантов, реализации, они, конечно, будут сбываться в этот период. Главное – не закрываться самой. Ну, а характеристика каждой цифры в интернете доступна? Это можно найти? Я думаю, да, чтобы наши телезрители тоже могли посчитать и найти. В интернете есть информация, сейчас довольно много информации про эзотерику, особенно про нумерологию. Нужно искать цифры года, да? Число года, вибрация года, энергия года. Ну, вот, я думаю, наши телезрители в свободное время узнают число года и как раз узнают характеристику. Да. Но мы с вами прерываемся на короткую рекламу, скоро вернемся в нашей студии. Новогодняя распродажа в Алсер Кейзет. Супер цены на высокотехнологичные трендовые смартфоны, инновационные телевизоры с четким изображением и объемным звуком, многофункциональные ноутбуки для учебы, работы и гейминга, а также другая электроника и бытовая техника от популярных брендов. Алсер. Рядом с вами. А мы продолжаем нашу программу и продолжаем наш разговор. И хотелось бы спросить у Айжан. Она занимается очень интересным делом, это энергопрактики. Айжан, вот вы сейчас прослушали все, что сказали наши спикеры. Что вам есть добавить? Вы знаете, я вот прослушала девочек, правда, очень интересно, но я больше про состояние, да? В каком бы человек ни был состоянии, какой бы у него год ни был, он из этого вытащит весь позитив. Поэтому мы когда с энергиями работаем, мы прям определенно себя вот раскручиваем на радость, да? Вот Настя говорила, прям говорит про радость, про позитив. Это очень важно. Чем больше мы себя раскручиваем на эту радость, тем те же те дни наши, которые вот, они будут более такие, знаете, благоприятные. И желание мы этим самым быстрее дойдем до реализации, скажем так. Энергия, она вообще больше про состояние идет. Вот Алью только что слушала, да, когда она говорила про энергии именно кармические. Здесь, знаете, человек, вот он определенное время свое живет, у него на определенный момент уже есть своя энергоструктура, да? И в этот момент человек, когда он проживал, допустим, в минусе, да, как вот всегда нумерологи говорят, естественно, сейчас, наверное, будет определенная своя отработка. Но если человек энергетически сам себя поднимет, обратится к специалистам, да, есть психологи, есть разного рода, да, терапии проводятся, тем самым человек, наоборот, себе помогает. И, по сути, когда человек начинает себя более поднимать, позитивно мыслить, энергетически себя вот прям именно раскручивать, да, верить в какое-то волшебство, верить в чудо, и при этом человек уж дается определенная энергия, при этом он делает определенные шаги, когда он действительно делает шаги, у него обязательно будет результат, да. Кто-то дойдет стопроцентно до результата, кто-то 80, но при каждом своем шаге, в своих шагах он обязательно должен себя хвалить, говорить, я молодец, у меня вот это, у меня то. То есть обязательно себя хоть как-то поддерживать. А чем занимается энергопрактика? Вот сейчас очень много всяких новшеств, вот и хотелось бы узнать, как вы помогаете людям? Вы знаете, энергопрактика, вот я являюсь практиком Аксесс Барс, у нас, допустим, человек приходит, это как массаж головы, он ложится на кушетку, все отдыхает в этот момент, в этот момент у человека могут быть разные состояния, он может плакать, у меня в основном случаи бывают такие, может смеяться, он может просто спать. Мужчины в основном спят. У нас на голове есть 32 точки, их по-другому называют 32 точки осознанности, они влияют на каждую сферу деятельности вообще человека, там есть и любовь, там есть и деньги, там есть и призвание, там и благодарность, и очень много чего. И это самое все можно прокачать. За одну сессию вообще уходит до 5000 установок у человека. И когда ты видишь вот эти вот результаты, человек вроде бы полежал там у тебя час, и он встает, у него получается вообще пустая голова. То есть это не то, что вот эта вот опустошенность, а именно пустота. В нашем мире сейчас очень много же мыслей у людей, они вот ты вроде бы идешь, вот просто возьми себя, иди на работу, но ты в этот момент обо всем подумаешь. Особенно женщины. Да, столько мыслей тебя может в этот момент постить. И когда в этот процессе у нас просто мимо проходит наша жизнь, мы можем иногда не заметить какие-то возможности, мы можем не заметить человека, мы можем не заметить, там, сказать комплимент, что-то пожелать, с кем-то поговорить. Самое печальное, что в таком состоянии мы просто не замечаем, как проходит жизнь. Вот согласитесь, сейчас в последнее время очень часто говорят, мир ускорился, 24 часа в сутки не хватает, даже есть наука, которая говорит, что сейчас уже не 24 часа, уже больше посчитали. Уже меньше, да, говорили 13. Да, получается, даже наши мамы с этим вообще не сталкивались. Насколько сейчас ускорилась жизнь, темп жизни, наша функциональность даже женская, да, и нам все надо успевать, и наш мозг просто не справляется. А вы, получается, помогаете нашему мозгу расслабиться, отдохнуть и энергетически повыситься, так скажем. Это очень важно, когда именно человек в спокойном состоянии, когда у него стабильно, он знает, именно использует витальную энергию. Витальная энергия – это именно энергия здесь и сейчас. Когда мы ее в моменте используем, все, все супер, все круто. А бывает, мы что-то делаем, мы даже в процессе контроль не отпускаем. Мы, бывает, что-то делаем, мы вообще мыслями… Да, как это контроль расслабить. Очень много в последнее время замечаешь, что вот 90% людей, они просто вот в состоянии жертвы, потому что они в моменте не прочувствовали, не получили эту радость, мозг не получил именно вот этот эндорфин, да, витамин, вот этот гормон, точнее. Вы сегодня нас научите, вот вместе с телезрительницами, как правильно расслабляться? Может, какие-то техники есть, что мы могли бы использовать сами дома? Я вас научу, получается, здесь очень важна концентрация ума. Мы все женщины, да, мы мамы, да, у нас бывают дети, все суматоха, мы еще хотим все работать. В такие моменты бывает что-то вас раздражает. Вы аккуратненько сели, спина прямая, обязательно спина прямая, девочки. Я тоже. Да, давайте. Руки на ноги, на коленки, ладонями вверх, Глазки закрыли, язык к небу прижали. И сконцентрируйтесь на межброви, чтобы у вас, получается, у вас глаза закрыты, но вы смотрите через межбровь. Послушайте внутри себя. Есть определенная тишина. Вы можете услышать, как бьется ваше сердце. Такие, вообще, минуточки, как бы, да, или, как сказать, концентрацию ума больше проводить хотя бы минут 5-10. Проведете? Проставшись в тишине, да? В тишине прям побудьте, уединитесь, спросите, прям спросите, чего хочет моя душа, что в этот момент я желаю. И в такие моменты могут прийти разного рода ответы, и само состояние будет вот именно успокоение. Какое-то озарение может посетить, да? Вы не будете агрессивны, вы не будете орать, там, ваджи, дети мешают, мы начинаем орать, да? Уединились, мама хочет побыть одна. Ну, я думаю, вот такой лайфхак для наших всех телезрителей, чтобы в Новом году быть еще увереннее, быть еще, как сказать, в позитиве, чтобы нам просто чувствовать себя на 100% лучше. А сейчас я предлагаю посмотреть нам все вместе сюжет. Знаковой особенностью предстоящего года будет являться и естественность, и уникальность. Прогнозы говорят о том, что девушки будут все больше осознавать свою индивидуальность, отказываясь от скучных стандартов. Они будут стремиться выразить себя с помощью умелого использования цвета, фактуры и стилевых элементов в одежде, макияже и украшениях. В моде будут градиентные цвета. Они представляют собой плавный переход от одного оттенка к другому и создают эффект глубины и объемности. Градиентные цвета применяются как в одежде, так и в аксессуарах. В 2024 году на вершине популярности окажется эклектика. Комбинирование разных стилей, отголоски разных эпох и культур будут оживлять образы своей оригинальностью и индивидуальностью. Эклитические композиции могут включать в себя яркие цвета, уникальные принты и интересные детали, которые создают уникальные и запоминающиеся образы. Модные формы в одежде будут включать асимметрию вырезов, широкие брюки и длину 7 восьмых, прозрачные элементы и минимализм с геометрическими формами. Натуральность станет ключевым трендом макияжа 2024 года. Макияж нового сезона обещает быть ярким и свежим, но в то же время естественным. Особое внимание на глаза. Яркие и насыщенные оттенки теней для век становятся главным акцентом образа. Но не стоит забывать и о губах. Помады глубоких оттенков также будут на пике популярности. Грядущий год предоставит девушкам множество возможностей для экспериментов со своими волосами. Мега популярные короткие стрижки. И это неудивительно. Длина выше уровня челюсти освежает, вносит в образ динамичность. А главное, модные короткие стрижки легче и быстрее уложить. Что актуально в современном ритме жизни. Многослойность текстуры, объем – это то, что будет объединять модные стрижки средней длины. Стрижки с челкой могут подчеркнуть ваши лучшие черты и даже дополнить вашу индивидуальность. Обрамление с помощью окрашивания создается с помощью сложных техник – аэртач, балаяж, колорирование и брондирование волос. Так что не бойтесь экспериментировать и создавать свои уникальные образы. А мы продолжаем нашу программу. Конечно же, все прогнозы – это очень хорошо, но хочется и практических каких-то советов. И у нас сегодня в студии присутствует стилист, Салтанат. Расскажите нам, пожалуйста, какие тренды в 2024 году сохранятся в одежде? Какие-то, может быть, новшества приходят или продолжаются? Какой стиль вот идет? Самый главный тренд, он начался в этом году и продолжится в следующем – это тренд на женственность. А как мы будем себя показывать? Через что мы будем себя транслировать? Будет у всех разная трансляция. Это и тренд на прозрачность, сетки, разного рода декольте. Все туда же. Честно, я скажу, что я очень рада, потому что вот этот оверсайз уже очень и очень надоел. Пора женщинам заявить о себе и быть женственными, правда? Да, мы станем… Красота же спасает мир, не оверсайз. Да, наверное, в силу того, что сейчас происходит в мире, мужчины будут более воинственные, женщины будут более женственные. Тем самым женщины спасут мир. Хотелось бы так сказать. И так оно и будет. Так оно и будет. Да, тренды, если говорить уже о практичной части, то блеск. Блеск может быть как паеточный, так он может быть и в металле. Больше это серебро, нежели золото. Он у нас будет сейчас заходить… Сильно ярко будет выражено на Новый год, но и дальше это мы пронесем вплоть до лета. То есть те же паеточные юбки, брюки, которые мы сейчас прям все скупаем. И все наши торговые дома об этом говорят. Мы их пронесем до лета, но уже будет чуть другая стилизация. Цвет этого года… Вы знаете, что у нас есть институт Пантон, который каждый год говорит о трендовых цветах. В этом году мы были все в красном. Он, кстати, продолжается. Следующий год у нас будет цвет персика. Прям такой не сильно насыщенный, а вот нежно-пастельный персик. Мы будем его использовать весь следующий год. Но такой цвет достаточно коварный, поэтому его можно будет вносить микро. Ну, то есть вы можете быть в своем… Условно, вы можете быть в джинсах, футболке и, возможно, какое-то колье в таком цвете, либо сережки, либо как минимум туфли могут быть в цвете персика, и вам будет комфортно. Но, тем не менее, вы также будете оставаться в тренде. Ну, то есть какая-то изюминка тренда все же будет оставаться. Если говорить о зеленом цвете, мы все говорим, что год зеленого дракона. Да, и мы все сейчас облачаемся в зеленый цвет, но астрологи, скорее всего, меня поддержат. Год зеленого дракона у нас наступает 14 февраля по китайскому календарю. Поэтому, если вы хотите одеваться… Ну, то есть если на вас не хватило зеленого платья на Новый год, вы можете не расстраиваться. До февраля время есть, да? Да, вы можете встретить его в красном, вы можете встретить в белом. Насколько я знаю, у нас Юпитер будет очень так властвовать, поэтому цвет Юпитера — это красный, это металл. Вот все, что есть в вашем гардеробе, это вот прям… Это в целом радуга. Цвета Юпитера — это радуга, поэтому можно выбрать любой цвет. Любой цвет, да. Новый год можно будет встретить как в королевском наряде, так и в пижаме, насколько вам будет удобно. Самый главный следующий тренд — это тренд на женственность. Еще раз повторюсь. И женственность, она может быть не настолько такой оголенной, а женственность, когда мы смотрим на себя, это все же про себя. То есть та женственность, когда вы себя замечаете, тогда, когда вы себе уделяете внимание, тогда, когда у вас волосы уложены. Да, сложно, скорее всего, наша целевая аудитория — это будет мамой. Вот, и мамам хочется сказать, остановитесь, выдохните, попейте чай, наденьте какие-то просто красивые украшения. Это недорого, потому что у нас в большинстве своем мамы очень много бюджета закладывают на детей. Условно, даже если самый маленький там ребенок, мы ползунки ему за 7 тысяч купим, а себе футболочку, ну, там сэкономим. Со скидочкой. Со скидочкой, да. Вот, если вот это вот повернуть немножко по-другому, то счастливая мама, счастливый ребенок, не надо гнаться за трендами, не надо совсем уходить в треники, наденьте джинсы, футболку и украсьте просто себя аксессуарами. Даже сейчас, мне кажется, многие телезрительницы испугаются, скажут, а, мода на женственность, да где же у меня столько платьев? Я же столько платьев не накуплю, потому что женственно равно это платье. Но с другой стороны, как стилисты, можете сказать, да, что и в джинсах, и в кроссовках можно себя... Это не всегда про платье, джинсы, кроссовки. Вам даже не надо надевать каблуки, чтобы быть женственной. Вам просто наденьте, это вот как выйти из парикмахерской. Вы же себя чувствуете, вы же себя несете. Точно так же наденьте красивые сережки. Они не так дорого стоят, но они настолько много уверенности приносят женщинам, девочкам, девушкам. Поэтому, как минимум, накрасьте губы в красный цвет. Вы будете себя чувствовать по-другому, вы себя понесете по-другому. Поэтому я всегда за то, чтобы девочки выбирали себя, и это не всегда про платье. К тому же, я думаю, вы нам сегодня дадите практические советы. Мы знаем, что вы для нас что-то новенькое приготовили. Поэтому мы вас отпускаем, пока побеседуем, а вы уже нам продемонстрируете что-то интересное. В нашей беседе хотелось бы еще затронуть такую тему, как новогодний стол, новогодние праздники. Потому что наше здоровье от этого полноценно зависит. И вот дать слово Анжелике, она у нас нутрициолог. Скажите, как нам встречать правильно Новый год? Каким застольем? Какие блюда готовить, чтобы чувствовать себя здоровыми? Прежде всего, нужно стараться не переедать, а как дополнить свой стол. Это будет, наверное, правильнее сделать, потому что мы все привыкли к традиционным новогодним блюдам наподобие салата оливье, селедка под шубой. Вот у кого какой любимый салат. Поэтому стоит просто дополнить новогодний стол такими блюдами, как, например, овощная нарезка, либо фруктовая нарезка. Это сделать какое-то мясо или рыбу не совсем жаренными, а запеченными, например. Это будет более полезно, чем сделать это на сковороде. И прежде всего нужно следовать методу тарелки. Это если условно представить вот такую круглую тарелку, мы ее просто делим 50 на 50. То есть половина нашей тарелки – это овощи. То есть это все наша порция на новогодний стол. Да, одна тарелка. Не переедаем. 50% этой тарелки – это овощи, то есть какой-то овощной салат, нарезка, но не вареные овощи, потому что обычно оливье делается из крахмалистых овощей, и они уже становятся такими более сложными, более простыми углеводами. И берем другую сторону тарелки, ее делим на еще две половины, и верхняя часть условно – это у нас белковая пища, например, рыба или мясо туда выкладываете, и нижняя часть – это углеводная часть. Туда обычно в повседневной жизни выкладывается гарнир, гречка там обычная, пюре, картофельные, макароны, но на новогодний стол обычно кто какой гарнир готовит. Чаще всего я видела на столах это картофельное пюре, гречку никто не готовит на новогодний стол. Да, гречку никто не готовит. Поэтому вы можете вместо вот этого вот углевода выкладывать себе любимый салат, например, селедку под шубой, либо еще 50 на 50 разделить. Вот интересно, а десерт не предусмотрен, да, в этой тарелке? Нет, это я вам сейчас расскажу. Да, вот потому что, ну как же праздничные дни и без десерта? Вот, теперь вот если выкладываете себе вот эти два салата, либо просто оливье, если только оливье у вас любимый, и вот теперь дальше про десерт. Чтобы порцию свою не… чтобы со своей порцией не переборщить, нужно съесть вот примерно вот такой вот размер десерта. Это не кусок. Это не кусок. Это далеко не кусок. Да, то есть два пальчика всего лишь своих. У всех руки разные, поэтому это вот ваша порция. Ну вот тренд на здоровый образ жизни, он уже идет очень-очень давно. И сейчас это как никогда популярно, потому что все хотят сбалансированно питаться, вести активный, здоровый образ жизни. Просто придерживаться еще такого правила, что если вы долго сидите за столом, то есть, например, чуть-чуть посидели, немножко выпили, пошли танцевать, чтобы хотя бы что-то из этого вы уже сожгли в процессе застолья, а не просто вы сидите там, не знаю, с восьми и до трех ночи, кто как сидит за столом в Новый год. Хотя бы прогулка, да, на свежий воздух. Вот, тоже как вариант. Горка, елка, новогодние танцы. И еще хотелось бы сказать про алкоголь. Вот, это тоже тема алкоголя. Это самая больная тема, потому что любые застолья в наших традициях это всегда какой-то алкоголь. У кого-то это что-то покрепче, кто-то употребляет напитки меньшей крепкости. Но нужно помнить один факт, что не существует безопасных доз алкоголя, то есть даже нет рекомендованных доз алкоголя. Любая доза алкоголя, да, она любая убивает. Нет такого, что там для аппетита, для бодрости и так далее. Нет, есть просто кофеин, вот его можно для бодрости. Но если есть такой момент, что вы в любом случае должны за компанию выпить бокал вина, например, то максимум это два бокала вина, либо, например, если что-то покрепче, то около шести рюмок, но не больше. Главный лайфхак – это метод тарелки. Вы съедаете свою порцию по тарелке, выпиваете, например, два бокала вина, либо шесть рюмок более крепкого алкоголя, вот этот вот десерт в два пальца. И оставшийся вечер вы просто можете есть овощную нарезку и фруктовую нарезку. Но тоже, если и фруктов, то это примерно вот два таких вот кулачка. А мы продолжаем нашу программу, и уже готова наша Салтанат представить нам свою модель. Салтанат, расскажите, что вы добавили в образ, чтобы он получился таким креативным и уникальным? Для начала начну с того, что я, моя модель Саида, я ее готовила на вечер. То есть это куда-то в клуб, в ресторан, и весь образ на основе обычной белой майки и джинс. Но все это мы дополняем красивой береткой, то есть мы поддерживаем тренд на блестящее. Дальше у нас идет пиджак, который мы сами декорировали. Обычные булавки. Если у вас есть дома пиджак, с которого муж вырос, а вы до него доросли, вот готовый лайфхак. Здесь у нас за основу взята майка джинсы, то есть это базовый гардероб. На базовый гардероб мы надеваем обычную сетку, которую вы можете сшить сами. Пиджак мужа, ваш, который вы декорируете булавками. Берет, тренд на блестящее остается с нами. И тренд уходящего года, это красный цвет. То есть красный у нас меняется на зеленый, но мы здесь его оставляем. То есть как акцент, как изюминка образа. И эту сетку можно надевать не на брюки, а можно надеть платье-комбинацию, которая практически в каждом гардеробе есть. Надеваете также сетку, припоясываете, и у вас в любом случае будет очень красивый, нежный, воздушный образ. Как раз таки то, что мы хотели, тренд на женственность. Сетка это обычный фатин, из которого вы шьете обычную распашонку, и у вас получается такой красивый элемент гардероба. Вот в этом комплекте, если еще добавить украшения, они уже будут лишние, да? Все-таки вот очень часто девушки сомневаются, что же выбрать, какой-то один модный аксессуар или же крупные украшения? Вот про украшения этого года. Украшениями мы пользуемся, пользуемся активно, и чем больше украшения, чем больше у вас украшена портретная зона, тем лучше. То есть, если вы максимально в простом одеянии, джинсы, рубашка, и вам достаточно будет больших украшений, чтобы в любом случае быть видной. В данном случае мы все выдержали в серебре. То есть, у нас и булавки в серебре, и есть акцентные серьги. Самое большее, что мне нравится, что это повседневный образ. Когда ты пришел на работу, а вечером у тебя какое-то мероприятие, тебе не надо ехать домой, переодеваться, искать коктейльное платье. Достаточно каких-то малейших усилий, аксессуаров, сумочки, украшений, и ты уже готова. И в пир, и в мир. Если у вас в вашей сумочке есть условно какие-либо серьги, красная помада, сетку также можете закинуть, она невесомая. В принципе, в любой образ можно разнообразить. Билетку бросьте в сумочку, тоже будет небольшой лайфхак. Но самое главное, что это стоит минимальных затрат. Мы сейчас говорим о бюджетной красоте. То, которое всегда можно адаптировать в повседневную жизнь. Но если мы говорим о том, что... Ну, то есть, это не говорит о том, что мы все носим бюджетное. Нет, если ваша душа просит королевских нарядов, пожалуйста, тоже можно. Ну, какой же праздник без главных героев Деда Мороза и Снегурочки? Вот мы и встречаем наших главных героев Дед Мороз, Снегурочка. Здравствуйте! Дорогие друзья, с наступающим вас Новым Годом! Пусть в ваших семьях всегда горит огонь любви. Будьте всегда счастливы и любимы. Верьте в чудо, и оно обязательно сбудется. С Новым Годом! Жанна Жил, Гуд, 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 Гуд! Пусть в Новом Году свет доброй надежды озарит ваш путь. Желаем вам мира и здоровья, процветания и благополучия. Пусть сердце станет мягче и добрее, душа чище и светлее. Руки творят добрые дела, а по жизни ведет счастливая звезда. Пусть Новый Год будет радостным и удивительным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова